Здравствуйте! В эфире новости в студии Алмажана Манкельдинова. Сурдоперевод Светлана Слесарская. Коротко о главном на сегодня. Ветеринарам новые авто, лаборатории, подъемные. Что еще необходимо сделать для сохранения стабильной эпизоотической ситуации? Акимобласти дает ряд поручений. Дорога без изъян. Более 500 километров дорог отремонтировали в этом году в Кустанайской области. Когда творчество без границ. Детская школа искусств района Биембета Майрина отметила свое 20-летие. Сегодня на пленарном заседании Мажелиса председатель высшей аудиторской палаты Наталья Годунова отчиталась перед депутатами об анализе эффективности управления водными ресурсами по итогам отдельных аудиторских мероприятий. Аудитами высшей аудиторской палаты также выявлены проблемы обеспечения трансцентрализованным водоснабжением, несовершенства тарифной политики, дефицит так квалифицированных кадров и оттока технических специалистов, частичной неэффективности реализации проектов в рамках международных займов. Особо в отчете выделяются отсутствие программного документа и несовершенство нормативно-правовой базы развития водной отрасли. Как отметила Наталья Годунова, несмотря на поручения президента, до сих пор не приняты концепции управления водными ресурсами и новый водный кодекс. Председатель Мажелиса Ерлан Кушанов также обратил внимание участников пленарного заседания на эту проблему. Поручение разработки водного кодекса президент дал еще два года назад, однако проект документа до сих пор не представлен в Мажелис. Проблемные моменты сферы в своих вопросах и выступлениях также обозначили депутаты. По итогам Лени Мажелис постановил принять отчет Высшей аудиторской палаты об анализе эффективности управления водными ресурсами к сведению. Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Решением указанной комиссии стипендия Булашах присуждена 167 казахстанцам. Из них 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 человека в докторантуре, 32 человека будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира. При этом 65% стипендиантов пройдут обучение по инженерно-техническим специальностям и естественным наукам. Оставшиеся 35 стипендиантов по общественно-гуманитарным дисциплинам. Также на заседании комиссии рассмотрен вопрос по присуждению стипендий ученым для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира. Решением комиссии стипендии присуждены 481 претенденту по итогам заседания. Государственный советник дал конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии Булашак и программы научных стажировок. Сегодня в Кустанайской области прошли выборы в Сенат парламента. Теперь в область будет представлять председатель филиала партии Аманат Биби Гуля Кужина. Из общего числа выборщиков, принявших участие в голосовании – 253. 193 голоса получила Биби Гуля Кужина. 27 голосов отдали за председателя Рудинского маслехата Азамата Искакова и 21 за главного врача Кустанайской районной больницы Алимжана Мирманова. Биби Гуля Кужина родилась 20 января 1971 года в Кустанайской области. Свою деятельность начинала с преподавателя психологии в Кустанайском государственном университете, где и получила высшее образование. В 2000-2002 годах работала специалистом управления по делам государственной службы. В 2002-2009 годах руководителем отдела анализа и мониторинга областного управления внутренней политики. Далее на протяжении 7 лет занимала должность заместителя руководителя управления внутренней политики. Позже стала руководителем. Некоторое время была заместителем Акима города Кустаная. В 2021 году была назначена на должность первого заместителя председателя Кустанайского областного филиала партии «Нур-Отан», ныне партии «Аманат». С декабря 2022 года стала председателем Кустанайского областного филиала партии «Аманат». До 30 автомобилей в год будут приобретать для ветеринаров области. Кроме того, глава региона поручил увеличить подъемные пособия молодым специалистам-участникам госпрограммы с дипломом в село. Также в населенных пунктах откроют новые лаборатории, где будут исследовать животных на особо опасные заболевания. Какие еще меры предпримут для сохранения стабильной эпизоотической ситуации в области, расскажет Айдана Папанина. В населенных пунктах области ветеринарное обслуживание обеспечивают 20 районных и городских станций. В сельских округах действуют более 200 специальных пунктов, где работают более 500 специалистов. В ветеринарный штат укомплектован на 94%. Многие ветврачи воспользовались государственной программой с дипломом в село, благодаря которой получили жилищные кредиты и подъемные пособия. По области поддержки государственной программы с дипломом в село воспользовались 71 человек, в том числе бюджетным жилищным кредитом 27, подъемным пособием 44 человека. С текущего года за счет целевых текущих трансфертов республики осуществляется выплата пособия для оздоровления в размере двух должностных окладов. На сегодняшний день средняя заработная плата ветеринарных врачей составляет 240 тысяч тенге, ветеринарных фельдшеров 190 и ветеринарных санитаров 140 тысяч тенге. Эпизоотическую ситуацию в области специалисты называют стабильной. Плановые ветеринарно-профилактические мероприятия против особо опасных и энзоотических заболеваний в этом году полностью завершены. Для ликвидации очагов бруцеллеза животных в области были открыты 24 неблагополучных пункта. Сегодня 18 из них оздоровлены от инфекции. Оздоровительные мероприятия проводятся методом систематического исследования животных через каждые 15-20 дней с выявлением больных животных и сдачей их на санитарный убой, проведением дезинфекционных мероприятий. Управлением ветеринарии особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий. За истекший период текущего года во всех районах силами ветеринарных станций проводилась повсеместная широкомасштабная дезинфекция. Тему увеличения количества бездомных собак на аппаратном совещании подняла кимгородом Раджун Дубаев. По словам главы областного центра, жители обеспокоены этим вопросом. Есть проблема в том, что, наверное, может сферилизация решает какие-то вопросы, конечно, но самое главное – агрессивность этих животных. Это безопасность, прежде всего, людей. Самое главное – детей. На одну собаку выходит только 15 700 тенге на стерилизацию. Я еще не беру в расчет содержание, отлов. Почти 25 000 тенге уходит. То, что по городу у нас было запланировано, поставщик, который выиграл, он всю свою работу добросовестно выполнил, он договорные обязательства свои выполнил. Теперь, сейчас мы в конце декабря месяца, мы уже никак не можем с ним дополнительно заключить договоры. Поэтому с 1 января мы эту работу уже начнем. Глава региона дал ряд поручений. К примеру, обеспечить автомобилями ветеринаров, которые вынуждены добираться до отдаленных населенных пунктов пешком. Всего в год планируется закупать около 30 машин. Кроме того, Кумар Аксакалов предложил увеличить подъемные пособия молодым специалистам, участникам госпрограммы с дипломом в село. Также в населенных пунктах, по словам Акима области, необходимо открывать новые лаборатории. Нам нужно максимально обеспечить контроль за прохождением мяса в случае выявления его больным. Он отправляется на забой, забой проводится, потом ветеринарные врачи смотрят уже по изменениям внутренних органов. Дайте предложение. Нужно там лаборатории поставить. Давайте будем покупать лаборатории, что-то еще делать. Не на глаз, наверное, не определяют. Мы говорили о необходимости строительства простейших скотомогильников. Вот на примере Джагильдинского района они за счет спонсорских средств четыре скотомогильника построили. Каждый район должен был это сделать. В следующем году специалисты продолжат ветеринарно-профилактические мероприятия. Главная цель – формирование стойкого иммунитета против особо опасных заболеваний у всего поголовья животных и птиц области. Качественная проверка пищевой безопасности выпускаемой животноводческой продукцией. Айдана Папанина, Родион Бабич, телеканал «Кустанай». Более 500 километров дорог отремонтировали в этом году в Кустанайской области. В Кустанайской области завершен один из крупных проектов – это средний ремонт автодороги областного значения «Аули Кольжалдама». Единственный участок, который соединяет областной центр с южными районами и городом Аркалык. Подводя итоги уходящего сезона, можно смело сказать о плодотворной работе автодорожной отрасли. Отремонтировано 299 улиц в 94 населенных пунктах. В общей сложности – это более 500 километров. Все запланированные работы завершены. На следующий год перешли 11 проектов. Завершена реализация крупного проекта по реконструкции участка автодороги областного значения «Ает-Варваринская граница области» с выходом на Российскую Федерацию общей стоимостью 3 миллиарда тенге. Реализация данного проекта повысила характеристики автодороги до третьей технической категории, уличив транспортно-логический потенциал области. 6,5 миллиардов тенге было направлено на ремонт дорог в рамках специального проекта «АУЛ Ельбесагэ». В селах отремонтировали 124 улицы. Ремонту подлежали даже те участки, где никогда и раньше не было асфальта. Работы были завершены в срок, несмотря на погодные условия. Зафиксировано 50 дождливых дней, которые доставили немало хлопот подрядным организациям. В рамках развития автодорожной отрасли в следующем году планируется отремонтировать порядка тысячи километров. Это автодорог местного значения, а также 280 улиц населенных пунктов. На эти цели в 2024 году планируется выделить порядка 48 миллиардов тенге. Это местная сеть 34 миллиона тенге, это подъездные дороги, областные районного значения. И также на улице 14 миллиардов тенге. Особое внимание с этого года уделяется мерам по усилению контроля передвижения грузовых транспортных средств. Они портят дорожное покрытие. Сейчас на дорогах установлено уже три единицы специальных весов. Для усиления контроля за передвижением грузового транспорта в 2024 году запланировано работу по расширению сети автоматизированных весов на автодорогах общего пользования. Таким образом, для стопроцентного охвата подъездных путей к областному центру требуется установить еще четыре дополнительно автоматизированных весов. Это со стороны Петропавловска, со стороны Актобе, со стороны Кокшетау и со стороны села Виденка, это на областной дороге. Такие меры позволят контролировать большие грузы, чтобы водителям не допускали перевес. В итоге сохранять дорожное покрытие региона. Около 13 миллионов человек войдут в систему всеобщего декларирования. 580 тысяч госслужащих с супругами по состоянию на 1 января 2021 года уже предоставили входную декларацию. Так, с 1 января 2021 года входную декларацию предоставили госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги почти 580 тысяч физических лиц. На втором этапе в текущем году представили работники госучреждений и квази-государственного сектора, а также их супруги, порядка 2,1 миллиона человек. На третьем этапе с 1 января 2024 года декларацию представят руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Планируется охватить около 3,9 миллиона физических лиц на четвертом этапе. То есть, с 1 января 2025 года декларацию представят остальные категории граждан. Планируется охватить более 6,4 миллионов физических лиц. В Казахстане ужесточат правила кредитования для защиты граждан. Законопроект, который предусматривает запрет на выдачу гражданам новых займов, разработан по инициативе депутатов парламента. Цель – реализация послания главы государства народу Казахстана. Законопроект предусматривает запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам, запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки, ограничения на продажу кредитов граждан банками и МФО коллекторским агентством, установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с условиями, а также ряд других ограничений. Кроме того, в законопроекте содержатся нормы, предусматривающие внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс об административных правонарушениях. Современные условия для сельских ребят. В этом году Щербаковская общеобразовательная школа имени Марьям Хакимжановой отмечает юбилей 60 лет со дня основания. Встречать праздник дети и учителя будут в новом здании. В прошлом году там сделали капитальный ремонт. Теперь в распоряжении детей просторная столовая, актовый зал и профильные кабинеты. Подробности. Общеобразовательная школа имени Марьям Хакимжановой в селе Щербаково отмечает 60-летний юбилей. За эти годы она воспитала и отправила в большое плавание тысячи ребят. Впервые двери учебного заведения распахнулись для учащихся в далеком 1963-м. В прошлом году в рамках программы АОЛ Ельбис Эгэм здесь был проведен капитальный ремонт. Потратили более 550 миллионов тенге. Школа новая. После демонтажа, по сути, осталась только кирпичная коробка от нее. Так что все остальное в школе абсолютно новое. И из значимых таких моментов, это, конечно, добавилось столовая у нас. Был перенесен актовый зал со второго на первый этаж, что тоже, конечно, стало очень удобным. Ну, много таких положительных моментов. Добавлены санузлы, что тоже немаловажно. Согласно современным требованиям, если раньше действительно мы немножечко испытывали затруднения в этом отношении, то теперь на каждом этаже, как положено, отдельно туалеты. Теперь в школе есть все удобства для комфорта детей и педагогов. К слову, в этих стенах обучается 312 ребят. Помогают грызть гранит науки 54 учителя. Несомненно, самым любимым местом остается столовая. Здесь всегда вкусно накормят, тем более сейчас, когда учащиеся начального звена питаются бесплатно. Повара стараются удивить ребят. Новая столовая, очень хорошая, все условия для работы есть. Сами делаем выпечку, горячее питание у нас с первого по четвертый класс. Питание хорошее. В кабинетах появилась не только новая мебель, но и оборудование современное, которое позволяет ребятам лучше освоить сложную программу. Компьютеры, интерактивные доски, специальные устройства для кабинета физики, химии и информатики. Ребята скажут, рады преображению родной школы. К слову, здесь давно работает институт самоуправления. Наша школа, конечно, до этого очень была хорошей. Сейчас, конечно, стало намного лучше, светлее, комфортнее. Но раньше, конечно, до этого тоже самое было, но ремонт – это, конечно же, тоже очень хорошо. Новое оборудование, светлые кабинеты, все, конечно, новое обновленное. Появились новые оборудования, доски, также очень удобные парты, вывески, физические карты. Гости учебного заведения могут посетить сразу несколько музеев. В школе действует музей Ибраилтен Сарина, Афганской славы и экспозиции, посвященные землячке, поэтессе Марьям Хакимжановой. В музее традиционно ежегодно проводятся встречи. Ребята читают любимые стихи Марьям Хакимжановой. Они очень красивые. Мы много подобных мероприятий организовываем. Например, в ноябре у нас прошли районные соревнования по фигурному катанию, посвященные дню рождения Марьям Хакимжановой. Главные достижения школы – это, конечно, успехи ребят, которые являются постоянными участниками районных и областных научных олимпиад. Любовь Аплачкина, Диара Ахмичин, телеканал «Костанай». Детская школа искусств района Биембета Майлина отметила свое 20-летие. В честь юбилея состоялся праздничный концерт, где зрителям были представлены лучшие номера учеников. Педагогам, которые внесли вклад в развитие детского творчества, вручили благодарственные письма и медали. Подробности в следующем сюжете. Детская школа искусств является гордостью всего района. На протяжении вот уже двух десятилетий она служит местом, где юные дарования развивают свои таланты, покоряя все новые вершины. Со дня открытия школа успела выпустить не одну сотню перспективных и подающих надежд музыкантов, вокалистов, спортсменов и художников. Ваша школа выполняет ответственную миссию, формирует личность ребенка, приобщая его к прекрасному, знакомя с миром искусств, радостью творчества. Хотелось бы отметить, что воспитанники школы нередко связывают свою профессиональную жизнь с искусством. Для многих школа искусств стала вторым домом, где ученики имеют все возможности для самовыражения. Уважаемые преподаватели, выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вы учите молодое поколение мечтать, творить и созидать. Воспитывайте настоящие таланты, помогайте им достичь больших творческих успехов. От всей души желаю вам крепкого здоровья, талантливых, трудолюбивых учеников, энергии новых побед. Ученикам же желаю больших творческих успехов, навсегда сохранять в сердце тех, кто помогает вам достичь новое и неизведанное. В преддверии наступающего Нового года всем желаю вам благополучия, успешных начинаний и ярких побед. С праздником! В ходе праздничного мероприятия педагогам, внесшим неоценимый вклад в подготовку сильной творческой базы, вручили благодарственные письма, а также памятные медали. Ирина Цикловская за любимое дело болеет душой. Она преподает детям уроки по классу фортепиано. Воспитывает в них музыкальную культуру, любовь к классическим произведениям. О родной школе женщина рассказывает с особым трепетом. Вот уже 20 лет, как наша школа искусств стала тем местом, где каждый ребенок может самореализовываться, развиваться, взрослеть и просто радоваться жизни. Мы вместе преодолеваем неудачи, вместе движемся вперед и, конечно же, вместе радуемся удачам и достижениям. Двери нашей школы всегда открыты выпускникам прошлых лет, с которыми у нас сложились дружеские и теплые отношения. Сегодня большой праздник, юбилей школы. И мне хочется пожелать моим коллегам и, конечно же, детям многих творческих лет и, конечно же, ярких побед в искусстве. Талантливых и одаренных детей в школе немало. Одна из них – Майя Нургалеева. Девочка занимается гимнастикой, причем уже не первый год. Благодаря упорству и труду она побеждает на различных конкурсах. Мне 11 лет и на гимнастику я хожу с 4 лет, то есть уже 7 лет. У меня есть один сольный танец испанский и сегодня буду танцевать, а один акробатический танец с обручами. Недавно я ездила в Астану со своим сольным танцем и заняла там гран-при. Юбилейный год школу благодарят не только выпускники и учащиеся, но и их родители. Они радуются, что здесь дети не только развивают свои творческие таланты, но и находят новых друзей и единомышленников. Мы поздравляем школу искусств от лица родителей. Хотелось бы поздравить, пожелать всего самого наилучшего, чтобы наши дети также с таким же рвением выступали на всех остальных и занимали только первые места. В школе искусств дети могут осваивать такие музыкальные инструменты, как дамбра, кобосы и фортепиано, посещать занятия по гимнастике и спортивным танцам, а также по изобразительному искусству. А еще совсем недавно здесь открыли клубы физической культуры. На этом все. До встречи.